Сегодня мы поговорим о мигрантах. В Казани конечно с этим не так остро стоит вопрос как в других регионах, я имею ввиду там Москву и Санкт-Петербург, но тем не менее к нам приезжают, у нас устраиваются на работы и у нас остаются. Добрый вечер, это Актуальный разговор, меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, какие трудности сегодня испытывает человек, который приехал из другого государства к нам в республику, к нам в Казань и с чем он столкнется, что его ждет и почему так выгодно определенным работодателям как-то все в серую, в тихую оставлять своих работников без официальной регистрации. Обо всем этом мы будем сегодня говорить. У меня в гостях заместитель начальника УФМС России по республике Татарстан, полковник внутренней службы Рустем Валиулов. Здравствуйте, Рустем. Добрый вечер. Итак, ну основной вопрос, который действительно многих касается и многим интересен. Это сколько мигрантов в республике сейчас и официально стоят на учете, пытаются получить гражданство и сколько незаконно? Вы знаете, я хотел привести небольшие цифры. Вот за прошлый год у нас на миграционный отчет в республике стало 196 тысяч человек. 196? Это рекорд, наверное? Это стало на миграционный отчет. Просто здесь надо понимать, что миграционный отчет, это не обязательно здесь находится. Они могут приезжать, уезжать, но обязательно должны регистрироваться. А, ну это как в Европе точка отсчета. Отчета, да. У нас получается, что за 2013 год было 196 тысяч человек. Из них, значит, в порядке продления было поставлено на миграционный отчет 23 тысячи человек. И, значит, получается 166 тысяч человек, это кто первично приехал. Но здесь нужно сказать, что, значит, могут постоянно проживать у нас на нашей территории, в республике. Это граждане, которые имеют разрешение на время проживания, их около 12,5 тысяч человек, имеющие в виду на жительство около 7 тысяч человек. И граждане, оформившие патенты. Ну, цифра составляет около 10-10 тысяч 500 человек. Но патенты, это вот это новое какое-то веяние? Патента нет, оно уже существует несколько лет. Это форма, значит, позволяющая иностранному гражданину находиться на территории Российской Федерации, ежемесячно платя налог. Кстати, он поднялся с этого года, с 1 ноября, составляет она 1216 рублей. В год? В месяц. В месяц, да. Значит, он, платя так называемый налог на деятельность, может легально и законно работать у физического лица. Он может выполнять различные работы, с ним обязательно физическое лицо заключает договор на оказание каких-либо услуг. И, значит, он, платя данный налог, легально находится на территории России, ему автоматически продлевается миграционный учет. Так, так, сейчас вот давайте прям, ну, наверное, то, что в голове у многих, как правило, я не знаю, ну, у нас с Марики, там, с Чуваши едут. А тут, грубо говоря, еще дешевле рабочая сила. Ну, если мы по статистике возьмем, то есть, если человек захотел построить себе дом, лично, обычный человек, он приглашает, вот, ребят из стран этих южных наших друзей и платит за них, получается, 1200 рублей. Или они должны сами. Они сами должны платить. То есть, он им платит за ту работу, которую они выполняют. Они из этих денег заработанных оплачивают, значит, сберегать на банке, значит, эту сумму на счет, поступающий, значит, в федеральный бюджет. А это физическое лицо должно говорить, что вот этот и этот человек работают умение? Вы знаете, физическое лицо должно, значит, предоставить нам договор о том, что, значит, с ними заключен договор на оказание как конкретного вида услуг, но только как физическое лицо. И время. И время, да. И время, да. Да, и на какие конкретные услуги, на что, какая конкретная работа. Ну, там, каменщик на полгода. Что-то, да. Значит, не индивидуальный предприниматель, не ООО, значит, привлекать иностранных граждан на работу по патенту не имеет права. Ну, вот этот патент для самих иностранцев, по вашим статистикам, это им самая удобная форма? Вы знаете, это форма, позволяющая им легально находиться на территории Российской Федерации. И самая простая. И самая простая. Тем более, значит, в настоящий момент прохождение какого медицинского обследования не предполагается. Эта норма вступит в силу только с 1 января 2016 года. Значит, граждане, которые иностранные к нам приезжают, они стремятся получить этот патент. Значит, для того, чтобы каким-то образом начать оказывать услуги, зарабатывать деньги. Основная цель, конечно, их трудоустройство. Ну, понятно. Ну, вот про медицинскую давайте подробнее остановимся, потому что и СМИ пестрели, и в интернет везде писали про тех 17 человек или 10 человек, сколько их там было, которых руководство, наши чиновники сказали, что надо срочно их найти, потому что они больны действительно какими-то серьезными заболеваниями. Их надо отыскать и так далее. Вот что касается вообще этой медицинской тематики, ну и конкретно вот этих 17 человек. Ну, знаете, существует такая практика, что человек, иностранный гражданин, лицо без гражданства, которое прибыл в Российскую Федерацию, оно должно пройти медицинское освидетельствование в случаях получения разрешения на работу, в случае получения разрешения на время проживания и вид на жительство. Причем в последних случаях оно проходит медицинское освидетельствование только после, должно пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней после подачи документов на время проживания и вид на жительство. На разрешение на работу, тоже с 1 января ужесточение, мы принимаем документы сразу, значит, если он хочет иностранного гражданина работать, он должен пройти медицинское освидетельствование, а затем, соответственно, подать документы для получения разрешения на работу. То есть, нет конкретных сроков? Он пересек границу, и в течение определенного срока он обязан пройти какой-то... Нет, таких нет. То есть, грубо говоря, все нелегалы могут носить все, что угодно? Все, что угодно. Могут иметь различные заболевания. Поэтому этот иностранный гражданин у нас выявляется только при обращении к нам, в Федеральную миграционную службу, за заказанием такого вида услуг. Соответственно, есть определенный перечень заболеваний, есть перечень организаций, которые проводят эти медицинские обследования, которые имеют определенное лицензирование и сертификацию. У нас есть постановление правительства нашей республики, который определен этот перечень. И данная информация поступает Роспотребнадзор нашей республики, который на основании уже полученных данных принимает решение. Есть определенные процедуры о желательности или нежелательности пребывания данного гражданина иностранного. Если выносится решение о нежелательности пребывания, соответственно, они обязаны уведомить этого иностранного гражданина о том, что в отношении его выносить на решение, уведомляет обязательно в случае нас. И, соответственно, в дальнейшем предпринимаются все меры для того, чтобы этот иностранный гражданин похимал территорию России. Но да, бывают факты, когда за прошедший год у нас поступило 37 решений о нежелательстве пребывания, мы по каждому проверили, в настоящий момент у нас нет информации о нахождении 10 иностранных граждан. Но мы в данном управлении работаем, мы взаимодействуем с Министерством внутренних дел, активно в розыске этих иностранных граждан. При получении информации во все наши учеты, базу данных учетов иностранных граждан, наш паркетный прикладной продукт, территория, мы вводим информацию о том, что в отношении данного иностранного гражданина вынесено решение о нежелательстве пребывания. Соответственно, никакую государственную услугу, по оказанию, которую мы имеем право, он не получит, он не сможет ни стать на миграционный учет, ни получить. Я понял, вот эта фраза нежелательная, она только по медицинским показаниям или еще есть какие-то? Нет, в соответствии с правительством Российской Федерации определен круг федеральных органов, имеющих право выносить решения нежелательности. Это Министерство внутренних дел, это Министерство обороны, это, как я сказал, уже распотребнадзор, ФМС, это, как ни странно, это служба внешней разведки, это Министерство юстиции, это Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Перечень довольно широкий. То есть, если он абсолютно здоров, но, например, с уголовным прошлым, тоже нежелателен, получается, если служил где-то там в каких-то войсках. Да, или он был, значит, у нас, не у нас, а поступала информация о том, что он причастен к каким-то регулиозным или экстремистским движениям, соответственно, тоже вносится решение нежелательности. Ну, понятно, понятно, то есть, если что-то, прошлое, в общем, если чистое прошлое, то они не подделывают часом вот эти всякие документы, и как это выявляется? Ну, вы знаете, это довольно сложно, да, и действительно взаимодействие с другими структурами через Федеральную инновационную службу России, в любом случае, мы стоим на страже. Это хорошо. Нет, на самом деле, друзья, посмотрите, в нашем регионе это не так. Мы видим, что происходит в Москве, и там действительно уже Москву Москвой уже сложно назвать. И едут, и едут. Понятно, что это дешевая рабочая сила, но почему-то она рабочая в течение трех месяцев, после этого эти ребята уже становятся сами работодателями. Ну, с этим, ладно, Москва должна бороться по-своему. Идем к следующему вопросу, наверное, он основной, наверное. Причины, они здесь остаются, им надо где-то жить. И вот это резиновые, вот эти самые квартиры. Какая борьба ведется с вот этими? Вы знаете, действительно, значит, у нас существует федеральный закон о миграционном учете иностранным гражданам. Значит, элисбет гражданства России стирается в котором определен порядок, значит, миграционного учета иностранных граждан. Значит, основное, значит, прописанное в этом законе, то, что статья номер два, определяет, что миграционный учет носит уведомительный характер. Соответственно, с которым, значит, любой гражданин, значит, прибывший в территорию Российской Федерации иностранной, обязан в течение семи дней, значит, стать на миграционный учет путем уведомления. Это либо обращение в федеральную миграционную службу, либо, значит, посредством обращения в почтовое отделение, значит, в цели уведомления о том, что он прибыл сюда, в Российскую Федерацию. Закон, значит, принимался, я считаю, что правильно, действительно. Этот закон позволил нам вывести из тени всех нелегальных мигрантов, которые здесь находились, то, что необходимость их легального нахождения на территории, необходимость, значит, федеральной миграционной службой осуществлять функции по контролю за нахождением их на территории. Ну, вот такое понятие, как резиновая квартира, оно сформировалось, значит, чем можно объяснить? Ну, до сих пор у нас неопределена норма, которая могла бы нам отказывать федеральной миграционной службе в регистрации, в миграционном учете данных иностранных граждан по какому-либо адресу. Нет, как бы, нормы на одного иностранного гражданина, так скажем. То есть, нет рычагов. Нет, да. На самом деле все продумано. Хорошо, мы продолжим сразу после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. Это Актуальный Разговор. Сегодня мы говорим о мигрантах. У меня в гостях заместитель начальника УФМС России по республике Татарстан, полковник внутренней службы Рустем Валиулов. Итак, мы про резиновые квартиры. Остановились на этом. Да. Но мы просто на это не смотрим. Мы, разумеется, работаем. Значит, у нас есть рычаги, значит, у нас в соответствии с кодексом административных нарушениях мы можем, значит, составлять протоколы в отношении собственников квартир, представляющих, значит, миграционный отчет. В статье 19.27 кодекса, значит, за предоставление должных сведений при постановке на миграционный отчет. А какие ложные? Вот они же хитрят в любом случае, вот эти тети. Значит, эти тети хитрят тем, что он должен проживать, фактически находиться на данном адресе. А на этом адресе его нет, не было и никогда и не будет. Соответственно, значит, нами, значит, эти адреса выявляются по количеству, мы их видим. То, что, например, на данном адресе у нас появилось там большое количество мигрантов, значит, мы берем их на контроль. Вот в настоящий момент на нашем контроле находятся 230 резиновых квартир в республике Тарстан. Из них, значит, 181 квартира в Казани, потому что мы понимаем, что в Казани... Ну да, крупный город. Да. И, значит, нами поставлены на контроль еще, значит, на особый контроль 19 квартир, которые имеют мигрантов свыше 100 человек. Ой-ой-ой, 100 человек. И, наверное, какая-нибудь однокомнатная хрущевка. Ну, в каждом случае, да, отдельно разбираемся. Просто я хотел бы предупредить наших граждан, да, кто вот этим занимается. То, что иностранные граждане, они, значит, могут действительно быть больны каким-то либо инфекциями, вот то, что они могут находиться в розыске каким-то, значит, образом. Мы их не знаем, где они находятся. И, соответственно, они им попустительствуют таким образом, как бы, на насчет вред государству. Поэтому вот мы уж пытаемся каким-то образом до них достучаться, чтобы они этим вопросом не занимались. И с учетом, значит, у нас изменения произошли в уголовном кодексе, мы, значит, в настоящий момент совместное Министерство внутренних дел при поддержке прокуратуры, значит, в отношении владельцев резиновых квартир, значит, начинаем возбуждать уголовные дела. Уголовные. Значит, у нас существует статья 322-й уголовного кодекса, да, организация незаконной миграции. Значит, у нас в настоящий момент уже возбуждено 14 таких уголовных дел. Значит, это было в 2013 году. В настоящий момент мы, значит, направили 142 материала для принятия решения, и, значит, еще 24 уголовных дела возбуждено. И у нас нарабатывается судебная практика, уже есть три решения по, значит, данному вопросу, да. Граждане Российской Федерации, вот я уж не буду озвучивать, но получили, значит, были осуждены по уголовным делам по данному направлению на 7 месяцев справедливых работ, значит, на решение свободы до одного года. Я считаю, что, значит, это очень такой действенный показатель, предупреждение для всех, значит, кто этим занимается, что данное направление мы очень жестко будем отслеживать. Это очень правильно, потому что, действительно, друзья, заблуждений целая куча. Вот я сколько ни смотрел, и многие даже начинают спорить, говорить о том, что, посмотрите, это же бабушка сдает угол вот иностранцу, потому что у нее маленькая пенсия. Я, как бы, обращал внимание на Островского, вот возле, у нашего центра УФМС, какие там бабушки стоят. Ну, во-первых, вы все прекрасно понимаете, что там не просто бабушки, а на этом делаются огромные деньги. И с учетом того, что там 100 человек прописано в одной квартире, представляете, какие деньги они зарабатывают. Поэтому говорить о той бабушке, у которой маленькая пенсия, и она у себя прописывает иностранцев, она там даже рядом не стояла. Это серьезно налаженный бизнес, и меня лично очень радует то, что теперь их каким-то образом схватят. Плюс это действительно рассадник непонятной нам инфекции вирусов, приезжающей из других стран. Плюс это контроль. Ну, мне кажется, самое главное, это контроль. То есть, если мы знаем, сколько их на самом деле, где они работают и где проживают, так добро пожаловать в Россию. Мы готовы. Да, это замечательно. И вот что касается приезда. Сейчас на Украине такие события. Чувствуется ли волна какая-то мигрантов, приезжающих оттуда? Вы знаете, да, я хотел бы отметить, что в настоящий момент увеличилось количество обращений иностранных граждан, желающих перебраться на постоянное место жительства Республики Катарстан, желающих получить разрешение на время проживания. Но хотел бы предупредить, что в 2013 году на Республику Катарстан у нас определена квота для получения разрешения на время проживания по квоте всего 500 человек, значительно ниже, чем в прошлом году. Причем квота у нас практически расписана, и мы ее распределили. Поэтому приоритет отдается гражданам, иностранным, имеющим соответствие с федеральным законом. У нас есть статья 6, которая определяет, что преимущество без квота имеют те, кто родился на территории Советского Союза при СССР, те, кто имеют граждан нетрудоспособных родителей, пенсионеров, то бишь граждан России, имеющих детей граждан России, имеющих в состоящем браке с гражданами России. Поэтому такой акцент у нас будет влиять. Ну, вот это очень, по поводу браков, это, конечно, хитрость. Многие идут на вот эти всякие. Ну, да, и мы трепетно тоже, не трепетно, а жестко отслеживаем, мы просим предоставить фотографии, информацию какую-то. Ну, мне кажется, тут надо в ЗАГСах. Ну, разумеется, мы работаем с ЗАГСами, да, но ЗАГС ведь тоже у нас свидетельство о рождении выписывает. Там все-таки хочется, действительно, насколько серьезные их ненамерения, потому что не было эффективного брака. Нет, на самом деле, случай иногда, друзья, вы посмотрите в интернете, Е-68, а ему там 30 или 28, они знакомы два дня. Вот, и они уже в ЗАГСе. Ладно, это, конечно, действительно. Но что касается квоты, откуда эта цифра 500, в том году сколько было, и почему мы не можем больше, если едут? Это же рабочие руки, это сильные мужчины, как правило. Нет, это едут в основном те, кто желает остаться на территории Республики Тарстан. Это не связано с трудовой миграцией, потому что трудовой миграцией возможности для получения разрешения на работу у нас открыты. Пожалуйста, работодателю, установлен порядок, когда работодатель обращается в Министерство труда и занятости Республики Тарстан. Значит, у нас в настоящий момент установлены новые правила оказания услуг по выделению квот для привлечения на страну рабочей силы. В течение 7 дней заявка их рассматривается. Затем в течение 25 дней существующая международная комиссия, в которую входят наши органы, принимает решение об выделении или не разрешении выделения квоты. Поэтому возможности есть, и трудовые мигранты, кто реально хочет работать, выполнять трудовые обязанности, они имеют возможность. То есть это не ограничено? А вот 500 это... 500 это у нас решается постановлением правительства Российской Федерации. Заявка у нас была сформирована еще в прошлом году. В прошлом году у нас составляло 3500 человек. У каждого региона своя цифра. Соответственно, регион определяет сам необходимую потребность. Потому что у нас рождаемость. У нас хорошая темографическая ситуация. Развитие экономики значительно лучше, чем в других субъектах. У нас приток местных сил довольно-таки большой из ближайших субъектов нашего округа. Хорошо. И мне кажется, у нас сейчас в стране вообще утерян и куда-то он ушел гражданская позиция и гражданская сознательность, когда ты видишь нарушение законодательства и как бы не сообщаешь. Существует какие-то, не знаю, куда обращаться человеку, если он знает, что у него через стенку живет 15 человек непонятной наружности. Вы знаете, конечно, да, ситуация очень острая. Необходимо обращаться. В первую очередь, я предлагаю обратиться и в федеральном миграционном службе можно обратиться по телефону доверия, который мы... Да, телефон, я сейчас вам даже скажу телефон доверия 291-59-20. 291-59-20. Да, значит, необходимо обратиться в полицию непосредственно к своим участковым. У нас в настоящий момент органы внутренних дел имеют право оформлять административные протоколы за нарушение режима пребывания. И, значит, эта работа у нас идет, и они заинтересованы в этом тоже наведении порядка в сфере миграции. Я предлагаю обращаться в управляющие компании этих домов. Соответственно, они по инстанции информация дойдет или до нас, или до полиции, и, соответственно, будут приняты меры. Хорошо. И вот сейчас обращение к гражданам как раз. Вот сейчас можете в эту камеру прямо обратиться, если что-то они видят, и можно и к иностранным гражданам, которые, может, просто из-за незнания закона остаются где-то в тени. Вы знаете, я хотел бы довести для иностранных граждан, желающих жить, желающих работать в республике Татарстан, о необходимости постановки на миграционный учет в обязательном порядке по месту пребывания, не по резиновым адресам. Потому что в настоящий момент при выявлении таких фактов, даже ранее выданное разрешение на время проживания и видное жительство, при решении суда у нас будут аннулироваться. Соответственно, они попадают еще в большую сложную ситуацию, то, что они здесь находились, но, соответственно, им будут аннулироваться, и они пострадают. В отношении желающих работать, то, что необходимо работать по разрешению на работу, необходимо обращаться к работодателям, имеющим квоту на привлечение иностранной рабочей силы, не допускать фактов нелегальной продовой деятельности таким образом. И предупредить, что очень серьезно аннатолийство уже сточилось. С 1 января у нас вступил порядок, то, что иностранный гражданин может находиться на территории Российской Федерации 90 суток и 180. В случае превышения данного периода свыше 30 суток, если он не выйдет, в дальнейшем отношении его может быть наложен запрет на въезд в Российский Федеральный с родным 3 года. Вот так вот, да. Большое спасибо. Поэтому, друзья, следите, смотрите, и если вы действительно приехали и хотите официально работать, то лучше все делать по закону. Большое спасибо. У меня в гостях был полковник внутренней службы УФМС Рустем Валиулов. Большое вам спасибо. До свидания. Это был Актуальный Разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Увидимся и услышимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова